Всем привет! Спасибо! Я, как всегда, ставлю свои 5 копеек между Аней и первым докладчиком. Первым докладчиком, кстати, сегодня Алексей Иванкин из студии 908. Он геройски оставил свой девелоперский топчан где-то в солнечном Таиланде и пришел к нам, чтобы рассказать общую тему о PHP и Хайлоде, поделиться своим немалым опытом разработки и запуска высокоморуменных PHP-приложений. Сразу после Алексея будет, опять же, Алексея Нужер Истинка, который раньше был из Хайкова, он уже немножко излюблен. Ну, все так же из-за талфта. Алексей сфокусируется на таком ультрамодном, на ультрамодной теме, как микросервисы. Ну, естественно, о том, как микросервисы любят печки и хайлоа. Сразу после этого у нас будет небольшой перерывчик, немного размяться, и финальный доклад сделает Антон Дагнаброд, Хайков Датуар. Антон расскажет про асинхронность в PHP, про очереди на примере Гермена и Е2 нашего любимого. Так, у меня там еще один слой прикреплядан. Это вкратце, о чем у нас сегодня вообще будет речь. То есть мы постараемся осознать нашу хайлоа-реальность. Мы все так и выражены, как хотелось бы. И постараемся поднять ее вверх, к такому трушному реальному хайлоу. Вот. И чтобы наш хайло был не как секс у подростков, о котором все говорят, от которого никого не было. Алексей, расскажи нам, что они знают про секс у подростков. Всем привет. Я Алексей Иванкин, компания 908. Я ее... сейчас найду место в жизни. Вот здесь. Я ее технический директор, программист и сооснователь. Мы начали наш бизнес 12 или 13 лет назад как сервисная компания. И мы сделали 7 неудачных попыток, и на 8-й мы стали все-таки продуктовой компанией. И, как вы понимаете, для любой продуктовой компании, чем больше пользователей, тем больше денег. Чем больше денег, тем больше нагрузка. Соответственно, сейчас у нас на наших проектах в день около 400 тысяч уникальных пользователей на всех платформах, которые только существуют. И они делают у нас 16 миллионов запросов. Причем мы называем запросы все-таки страницу или скрин на мобайле. И, понятное дело, что при этом запросов к EPR бывает на порядок больше. Соответственно, мы очень любим наших пользователей, потому что они нам дают деньги. И когда у нас много пользователей, у нас много денег. Когда возникает в вашей жизни хэллоу? Если вы сервисная компания, скорее всего, вам приносит контракт, в котором есть уже проект, в котором есть уже посещаемость, есть уже нагрузка, есть какая-то начальная, более-менее обменяемая архитектура, и вы начинаете допиливать то, что уже было. Если вы продуктовая компания, то, как правило, у вас трое-четверо человек, у вас очень небольшой опыт, и внезапно у вас нагрузка возрастает в 5-10 раз. И денег у вас от этого еще не появляется, а проблемы уже огромные. И, соответственно, ресурсов у вас тоже от этого не появляется. Вам могут, ну, максимум, если вы догадаетесь, вы пойдете к тем людям, у которых есть опыт подобный, вы хотя бы попросите советы. И в Днепропетровске такие люди есть. Я очень рад, что, к сожалению, не могу назвать имя, так как всего там индеев и прочих, но были люди, которые мне подходили и меня консультировали. Соответственно, чтобы упростить само понятие высокие нагрузки, можно просто считать, что если у вас 1 миллион страниц в день ваш проект отдает, это запросы KPI, это веб-страниц, то у вас high-world. Соответственно, поднимите руки, у кого high-world. У нас все некорректный город, отличная страна. Но все, естественно, мечтают, и все понимают, что вот в этот момент вы можете оказаться один на один с тем, что оно начнет расти, и расти экспоненциально, если мы все любим, когда расти это экспоненциально, потому что линейно это уже не круто. Почему мы с этим сталкиваемся, почему мы, по этой программе, с этим живем? Потому что наш язык программирования, он достаточно простой. И это называется низкий порог входа. И когда у людей появляется хорошая идея, они ее реализуют, скорее всего, на том, что они хорошо знают. Соответственно, очень многие первые основатели, что Цукерберг, правда, Дубров не очень в ПХП знал, но знал. Соответственно, очень много первых и огромных продуктов, которые сейчас есть, они были сделаны на ПХП. И поэтому, соответственно, нет никаких, когда вам кто-то скажет, что у нас умеет язык или что-то еще, просто вот эти примеры, они показывают, что все можно сделать, все можно хорошо сделать, и главное, нас много. То есть есть хороший пример, когда один из украинских проектов был сделан на Питоне, и не к парню, и к концу какого-то года они работали все 20 лучших питанистов Киева, и больше их не было. Нас много, нас очень быстро нужно научиться. Соответственно, по-прежнему большие продукты будут выбираться, чтобы делаться на ПХП. Опять же, нас много, значит, у нас в головах есть хорошие идеи, мы не будем пытаться реализовывать рано или поздно, естественно, мы будем пытаться их реализовывать на ПКП. Или ПИЧП, как повезет. Почему наш язык, он такой, как он есть? Потому что был раз в регионах, который всю жизнь работал в продуктовых компаниях. Он не был диванным теоретиком, он не преподавал студентам, он не писал книги. Он просто сидел и делал свою работу в Яку. Потом он делал эту работу в Диплей. Сейчас он делает эту работу в Этсе. Этсе это где-то 200 миллионов page view в день. Это большой такой доска объявлений для... Большая, нишевая доска объявлений. Соответственно, для него ПХП это всегда был инструмент. То есть это никогда не была цель. Красота языка не была целью. Какая-то там семейтическая отравленность. Мы все помним, что у нас там в некоторых стоках есть один порядок параметров, других есть другой порядок, потом нам сделали еще одну библиотеку, чтобы работать со строками. Потом мы поняли, что нам нужны мультибайтовые строки. То есть это язык, который развивается в соответствии с продуктами, для которых он был написан. Для продуктов, для которых он был выбран в качестве инструмента. И надо тоже понимать, что все наши ожидания от этого языка, это ожидания от языка, которым изначально нужно было просто выводить в статической хайпленно-страничке какой-то динамический блок. Соответственно, у нас есть какие-то проблемы, которые многим людям кажутся проблемами. Тормовыми травмами. По сути, они все решаются. Но всегда, когда заходит речь о хрологе, они появляются на свет, и не все думают, что им это мешает. То есть в первую очередь, у нас интерпретируемый язык. То есть, естественно, мы ставим xcash или apc, и дальше у нас уже есть p-код. То есть уже нам не нужно каждый раз синтаксически анализировать наш код. Но байт-кода у нас нет, то есть мы не на сэндере, и в результате будет это все работать. Соответственно, это будет какая-то псевдивертуальная машина. Соответственно, в Фейсбуке это первое, что им не понравилось, в PHP, когда у них уже появились деньги. И они сделали просто компилятор PHP в C++. Ну и, естественно, C++ уже компилируется на любой платформе в отличный, быстрый, прекрасный байт-код. Дальше, как вы помните, как вы понимаете, да, то есть любая PHP-страничка, это, по сути, стартовали, вымыслили что-то, сдохли. Соответственно, возникает вопрос, если у нас есть постоянно какая-то функциональность, которую мы по ней постоянно проходим, почему бы ее не сделать один раз, а потом видеть демона, не обрабатывать входящий вопрос и уже отвечать на это. Соответственно, в PHP-страничке сейчас можно написать демоны, паник не течет. Если его правильно написать, то можно просто там через какое-то время рестраховать эти локеры, и все будет отлично. Дальше люди не хватало многопоточности. То есть все почему-то думали, что это очень классно, когда мы обначали, если у нас на странице, грубо говоря, есть новости и есть список друзей, это очень классно сначала раздвоиться, получить список новостей, список друзей, потом как-то за симоткориться, встретиться и вывести эту страничку. Соответственно, код немножко, как и время, становится, например, так сложнее, управление этим кодом становится еще сложнее. Но при этом есть библиотеки, которые это все позволяют реализовывать, библиотека хочет, конечно, в этом поплавать. И дальше есть еще любимая тема, это то, что объектно-ориентированное программирование в PHP-страничке, это ever-head, то есть это излишне затраченное время. По сути, скорее всего, оно происходит из того, как я считаю, что изначально просто PHP там во второй версии не было, в третьей она была не очень, в четвертой она была более-менее, в пятом она стала нормальным. Соответственно, все люди, которые никогда на объектах не программировали, они всегда считали, что зачем это вообще нужно было. При этом абсолютно не рассматривая то, что ООП дает возможность нам спокойно реализовать наш код, использовать повторное использование. Соответственно, все проблемы, про которые обычно говорят, они, по сути, либо решаемы, либо решать их просто не надо. Как теперь все-таки выглядит ваш хэрлоут? Хэрлоут обычно выглядит вот так вот, что люди, начав пользоваться вашим проектом и смотря на 15 вопросов за сессию, начинают его смотреть на госми. Это означает, что оно просто тормозит. То есть обычно у проекта есть два состояния, оно либо ключит, либо тормозит. Если вы более-менее с багами разбираетесь нормально, то, скорее всего, оно вас начнет тормозить. И вы, может, даже этого не заметите, потому что, ну, раз на вашей диабилокерской машине, все отлично. Но вот хуже всего, если вот заметят бизнес, потому что вот эта вот кривая, это, по сути, кривая денег. Она напрямую коррелирует. То есть если у вас, пользователи, как можно мало времени, начинают все меньше и меньше проводить за, используя ваш проект, соответственно, ничего хорошего для бизнеса это не означает. Как видит, это ваш системный администратор. Ваш системный администратор начинает приходить и спрашивать, а что у вас вообще происходит? Почему процессоры загружены на 240 процентов, 24 нити, все наши процессоры загружены? Причем это еще превосходный график. У нас нет ИО, у нас нет ожиданий системы водовывода, она темно-синим обычно. Если бы было ИО, сервер просто уходил бы в очень неприятное состояние, в очень плохое, слопился бы и прочее. Естественно, у вас слева бизнес, который говорит, что пользователи жалуются, если вы не слушаете своих пользователей, либо справа ваша просто команда, которая занимается серверами, говорит, что мы это еще один сервер купили, а лучше не стало. Что вы должны делать? Вы должны перестать комиковать, понять, какие инструменты у вас есть, что вы должны, с какими метриками опираться, и как вы всегда сможете оценить, это был хороший релиз или плохой релиз. Дальше вам нужно сделать домашнее задание, потому что если вы не делаете домашнее задание, то есть не выполняете какие-то элементарные вещи в вашем проекте, то, собственно, на что-то рассчитывать абсолютно бессмысленно. И на самом деле домашнее задание даст вам какого-то запаса хода, там, ну, миллионов, наверное, 10 хитов. Использовать архитектурные и не очень различные подходы и понимать, что вы все равно находитесь в каком-то треугольнике из денег, скорости разработки и вообще качества работы продукта. Теперь поговорим про инструменты. Когда у вас вообще нет времени, нет доступа к серверам и еще чему-нибудь, просто делайте шедаун функцию и глобальные перемены, простите, храните там старт скрипта. И когда ваш скрипт выполняется больше какого-то времени, который вы считаете адекватным, то есть, например, вы считаете, что у вас не должно быть страниц, который генерируется больше, чем 2 секунды, он начинает писать в оверлог какой-то ключик и время, и какой-то оверлог, на котором произошла генерация страницы больше, чем за 2 секунды. Вот это вот пишется в любой проект, ну, 15 минут, и у вас уже есть в оверлогах статистика по каждой странице, если она начала выходить из кэша, выходить из того лимита, который вы считаете оправданным. Вы проходите, разбираетесь, почему она медленно. Дальше снижаете себе планку, и начинаете уже отстреливать, и класс-логи, например, когда страница более 1 секунду, например, используется. Если у вас чуть-чуть время проявляет какие-то ресурсы, вы можете эти сниженные логи положить в какое-то хранилище более централизированное, особенно если у вас там спиток аппликейшн серверов, то есть в серверах, где работает аппарь и PHP, или просто PHP и там, PPM. Вы можете их собирать в какой-нибудь Elasticsearch, и смотреть по этой понятии соулог вообще, что происходит, да, почему вот этот день был хороший, почему вот здесь вот, что вот этот момент вообще происходило на проекте. Ну, и вы, собственно, увидите, да, что если за неделю у вас 400 тысяч медленных, как вы считаете медленных, то вы понимаете, сколько у вас там их день, то есть и начинаете понимать, ну, соизмеряете их с количеством страниц, которые у вас вообще люди смотрят, из вашей статистики, и понимаете, что у вас 10%, например, страниц, отдаются медленно. Когда у вас появляется еще чуть-чуть больше ресурсов, вы можете поставить какой-то уже более красивый инструмент, например, FIMBA. То есть тут вам нужно уже системным администратором подружиться, он вам ее поставит, и вы снова увидите, например, что 90% ваших страниц денерируется больше, чем 500 миллисекунд. Это плохо. Но уж мы не говорим о том, что есть страницы, которые денерируются 1500 и 1000 миллисекунд. И, естественно, вы смотрите, насколько это совпадает с нагрузкой. То есть это запросы в секунду, это время генерации. Соответственно, вы видите, что когда к вам подойдет нагрузка, страница начинает генерироваться быстрее. Это хорошо. То есть общее правило должно быть такое, что система под нагрузкой должна работать быстрее, чем система без нагрузки. потому что на ней будет проиграть кэш, все будет готово к тому, чтобы хорошо работать. Можно пользоваться зарплексом и делать обеты стеревания, то есть смотреть, сколько страниц может генерировать ваш продукт при конкурентности, например, 100 пользователей одновременно. Соответственно, мы видим, что здесь длинный график, он, наверное, там за 6 месяцев. Мы видим такие столбики. Это столбики, они опять же нам говорят о том, что ночью пользователей мало, производительность высокая, днем большая. Много пользователей, производительность низкая. То есть мы должны, чтобы у вас такого не было. Соответственно, но самое главное, что на самом деле не важно, какая у вас сейчас производительность. Важно, какая у нас производительность после вашего очередного релиза. Соответственно, здесь мы видим, что у нас, во-первых, после этого релиза выросла производительность, плюс у нас уменьшились в зависимости от того, под нагрузкой находится система или не под нагрузкой. Что же нам нужно сделать для того, чтобы заложить какую-то основу, какую-то платформу и решить самые первые проблемы? Естественно, изданется поставить реверсивный реверс в аксельных типа LJNX и уже статику отдавать напрямую, а запросы к коду бэкэнда отдавать через либо Apache, либо PHP, либо PHP, PPR. То есть вы как минимум забудете про загрузку процессора просто на отдачу статик. Дальше вы начнете владеть свои сервера, то есть вы сделаете роль в аппликейшн сервере, в датабейсе и со статическими файлами. И в этот момент, если вы еще уйдете от монолитности, то есть сделайте, чтобы у вас не было такого, чтобы скрип работал как-то с файловой системой, не зная, где он находится. То есть, грубо говоря, просто открывал, туда что-то писал. Так не подходит. То есть вам нужно, чтобы... потому что следующий запрос может прийти уже на другой сервер. Соответственно, вам нужно сделать так, чтобы ваша файловая система была распределена. Все знают, если ты скачиваешь файлик из ВКонтакте, когда там будет CS и номер. Это номер сервера. Это банально, и просто в каждом файле хранится айдишник сервера, где он находится. Когда вы от этого уйдете, вы сможете запуститься в облаке. То есть вы сможете заменить такой образ вашего аппликейшн сервера, то есть сервера, где происходит вся бизнес-логика, где работает ваш ПХП, что он... ну, их может быть 5, их может быть 10, и их может быть 10 в очень любой момент. Естественно, в идеале бы, конечно, запускаться на хорошем железе, на хороших железных серверах, потому что облака все-таки они... вы не знаете, кто у вас сосед. У вас соседа может оказаться проект, который просто убивает ИО изначально. И какая бы там ни была ваша виртуализация и защита от этих проблем, вы можете словить эту проблему. Но основная идея у вас должна быть простая, что как только у вас процессорная загрузка начинает вырастать, в худшем случае вы все-таки поставите еще один сервер, запустите на нем аппликейшн сервер с ПХП, и в худшем случае вы только увеличите сетевой трафик. Вы столкнетесь с тем, что просто эти все сервера, они, например, все ходят к одному ванкэшу, или все ходят к одной базе, и просто начнет не хватать там гигабитных каких-то каналов. Но это будет худший случай, чем вы просто всегда сможете... Это будет лучше, чем если вы будете иметь один сервер. Единственное решение, которое еще не производительность, это смена процессора или добавление еще памяти. То есть у нас и так 24-х нитевые все новые Xeon, но все равно опираемся. Кеширование. Кеширование, в принципе, это уже людей, которые научились работать с хранилищами. Потому что кеширование, это, по сути, тоже хранилища, только быстро. Соответственно, вы можете получить прирост за счет того, что вы начнете какие-то данные хранить в ванкэше, но вы можете превратить свой код в ад, если вы начнете инвалидировать этот кэш. И, собственно, все эти проблемы, они как бы взаимосвязаны. Поэтому в идеале, по своему опыту, я бы рекомендовал кешировать эту информацию, которую вы точно знаете, что она должна сама по себе сдохнуть по тайм-лимиту. Потому что заниматься поддержкой инвалидировать самому вручную все эти данные в большом проекте очень плохо. Это, в первую очередь, плохо для кода. Для производительности это тоже ничего хорошего не даст, потому что либо вы начнете использовать педирование, которое дает два запроса на один GET, два GET на один запрос, либо что-то еще очень нехорошее. Поэтому последний пункт, он самый классный, самый хороший. То есть вы донорганизуетесь, то есть начинаете хранить данные, где вам угодно, в любых таблицах, если вам вдруг напрягает их джойник постоянно. Начинаете дублировать данные, например, вы в MySQL храните изначальную информацию, но в Swinx вы храните ту же информацию, потому что вам нужен поиск, в Asics Search вы что-то еще храните, и что-то храните в MySQL, если вам нужно просто там по ключу быстро получать, быстро что-то там увеличивать на единицу, или там какие-то счетчики. И это все, этот пункт, он дает гораздо больше привоза, чем кешированный, потому что, по сути, кеширование это еще одно такое же хранилище. Ваш Redis будет точно так же хорошо работать. Но на выходе у нас должна быть такая система, в которой мы можем запустить любое количество PHP серверов, ничего не знаем про статику, у нас нет его вейта, и мы готовы идти дальше. К этому моменту, скорее всего, у вас уже будут деньги, и уже все будет более-менее. Но, возможно, мы просто упреклись в то, что этот переугольник, он же как правило, железный. То есть, если вы пишете, стараетесь писать хороший код, а хорошим кодом мы называем такой код, который хорошо поддерживается. То есть, не то, что его быстро пишут, а то, что в него могут добавить какую-то быстро новую функциональность, нужную бизнесу. То есть, не тогда, когда нам добавление какой-то небольшой, приятной пользователям функциональности, которая не влечет двухнедельный рефакторинг всего. Так вот, когда вы пишете такой код, вы, как правило, и быстро доставляете функциональность в нужную бизнесу. У вас, наверное, есть деньги. Но, скорее всего, ваш баклент начинает работать медленно. Если вы делаете все отлично, пишете отличный код, проводите постоянно нагрузочное тестирование, находите узкие места, вы находитесь в какой-то реальности, в которой находятся люди без денег. Потому что, скорее всего, вы потратили уже все время, которое было отведено, просто на какую-то разработку, которая на самом деле никому не нужна. Нужна функциональность, нужны деньги. Нужен фидбэк от пользователей. Ваш код никому не нужен в этом случае. Бывает неплохой вариант, когда у вас все быстро работает, вы зарабатываете деньги, но приходят люди, открывают ваш код, встают и уходят. И говорят, что перезвонят. Но не перезванивают. Соответственно, когда у вас появляется ад в коде. Преукольник железный, вы не можете что-то тянуть. Скорее всего, вам нужно либо с чем-то смириться, и фактически тут ни с чем нельзя смириться. Но вы должны это понимать, что тянете заодно, вы где-то просядете. Поэтому старайтесь за качеством кода, в принципе, его достаточно легко понять. То есть мы смотрим на велосипеде команды, если она все медленнее и медленнее работает, понятно, что с кодом что-то не то. Если скорость тоже легко измерить, деньги еще проще. Соответственно, когда вы разрабатываете свой продукт, вы просто постоянно смотрите на каждый релиз с точки зрения стал ли быстро работать и что произошло с деньгами. Что же нужно делать дальше? Когда мы сделали самые минимальные вещи, нам нужно понять, где происходят максимальные задержки времени, но только в бизнес-тренингах. То есть если вы в большом проекте сделаете конфилирование с помощью X-дебага, вы увидите какую-то бесконечно огромную массив информации, в которой вы много раз увидите, как вы коннектитесь там, что-то там, ПДО и что-нибудь еще. То есть, по сути, вам X-дебаг в данном случае мало чем поможет. Вам нужно понять, что у вас есть затраты на фреймворк, какую-то первоначальную инициализацию, вам нужно понять, какие затраты идут на этой странице, на генерацию каждой из функциональностей, которая нужна бизнесу. Таких образов вы можете просто найти любая функциональность, которая на самом деле бизнесу не сильно нужна, и про нее просто забыли, потому что считают, что она нужна. Но при этом она занимает очень большое время. И вы очень просто можете с вашим продукт-менеджем или продукт-коннером, если повезет, обсудить и сказать, что ты вообще про это забыл, это был ОБТ-тест, он не прошел, ничего хорошего не получилось, но мы треть страницы тратим на этой. Соответственно, мы можем увеличить на 30% производительность, просто выкинув эту функциональность. То есть, если вы ему покажете X-дебаг и скажете, что вот здесь у нас проблема, он вас просто не поймет. Соответственно, когда вы в бизнес-терминах это все сформулируете, вы поймете, где ваши основные проблемы. То есть, проблема может быть, естественно, в фреймворке, но поменять фреймворк на большом продукте достаточно дорого. Но опять же, если вы скажете, что нам нужно всего лишь 6 месяцев, и оно станет работать по 30% быстрее, то вряд ли вас поймут. Проблема может быть какая-то бизнес-функциональность, проблема может быть в хранилище. Ну, в хранилище, слава Богу, можно кое-как разобраться. Проблема может быть просто в большом количестве вашего кода. Дальше нужно найти это самое неприятное, но место, но которое занимает больше всего времени, и сделать критический эксперимент. Что мы называем критическим? Ну, довести до абсурда. То есть, у вас есть какая-то функциональность, вы ее заменяете моком. То есть, пользователи видят там какое-то последнее время нахождение на сайте. Ну, выводите туда один день, выводите статическую информацию. Может, туда никто не нажимает или никто не смотрит. Но при этом вы считаете, что эта функциональность ну, дико там принадлежит всю систему. А вы получите ее прирост в 5%, например. То есть, почему? Потому что в большой системе, как правило, уже мало что нужно хорошо улучшить. И чаще всего нужно на нее более смотреть в плане ее разделения на более мелкие подсистемы. Но при этом вы точно ответите на вопрос, что будет, когда вы потратите две недели, там, два стринта или один и улучшите какую-то функциональность на 15%. То есть, для пользователя это будет в виде 5% нагрузки. И, скорее всего, они этого просто не заметят. И так дальше. То есть, вы нашли какую-то стрёмную функциональность, подумали, как ее измерить, попробовали без нее, увидели какой-то результат. Ну, понятно, что-то не может быть страница, плакерная страница или еще что-то. Если это, друзья, ну, что-то. Вот, здесь у нас хороший график, известный, 8-й прислали, прям из Таиланда. Я не знаю, на самом деле, почему у нас отрицательные там штуки, но... Но смысл ее простой. Просто составьте, да, наблюдите. У вас все здесь получилось. Здесь страница генерируется в 140 миллисекунд. Из нее, условно говоря, event action, то, чем должна страница заниматься, занимает 32 миллисекунды. В этом event action функциональность добавить юзера занимает 23 миллисекунды. То есть, с точки зрения 32 миллисекунд, мы потратили там 90-80% времени на то, чтобы вместо того, чтобы отдать античник пользователю, мы отдаем его полную модель GSONY. хорошо. Но проблема в том, что у нас есть 32 миллисекунды на эту функциональность, и которую мы теоретически можем, конечно, оптимизировать. Но у вас есть 110 миллисекунд, даже... Да, 110. Просто на то, чтобы до этого event дошло выполнение. То есть, соответственно, ну, какой смысл оптимизировать эти 23 миллисекунды? Давайте думать о чем-то другом. Подумали и ищем дальше. Дальше наступает самое интересное. Вы оптимизируете свой код. У вас уже не 270 секунд, а 250. А пользователь с полутора секунд до двух с половиной целых тысячу или секунд видит ничего. Соответственно, вы должны понимать, что окончательное восприятие пользователем вашего продукта оно находится на фронтенде, а не на бэкенде. И, соответственно, как бы вы там на эти 10, 20, 30, 50 процентов себя бы не загонялись бы и не улучшали эту производительность, да, это очень правильно, потому что вы, по сути, экономите там сервера. Вам не нужно будет при росте продукта еще раз в два раза закупать еще там четыре сервера. Но это хорошо, но с точки зрения пользователя это нехорошо, потому что все равно он увидел всю страницу только на 2500 миллисекунд. Всегда нужно об этом помнить и проводить более комплексное тестирование и более комплексно понимать, что происходит с продуктами. Как в одном фильме было в хорошем сказано, у нас было много чего и был эфир. Мы знали, что нет ничего хуже, страшнее и ужаснее эфира, и знали, что рано или позже мы на него перейдем. когда-то у вас появится конкурент или какой-то проект вы за ним начнете следить и вдруг увидите, что его страница отдается за 30 до 20 до 30 миллисекунд. Ваш новый суперсовременный фреймлок файкон где-то в 20 секунде пытается уже соединиться с монкрашем наверное, что-то сделать, а эти ребята уже на клиенте. То есть голый фреймлок будет работать хуже, чем вот эта страница. Что это такое? Это просто кэш, который дается скорее всего инженер с MS памяти. Он может и с SSD близко точно так же отдаваться. Это означает, что вы начинаете отдавать всем вашим пользователям одну и ту же страницу. Естественно, вы тоже начинаете ну, вам хочется этого, но при этом нужно решить с десяток проблем. То есть ну, страница за 20 миллисекунд ничего больше просто не бывает. но вам нужно, чтобы они все-таки авторизовались и у них были сессии. Вам нужно, чтобы одни страницы показывались одни страницы, то есть пользователи, которые любят смотреть телевизоры, чтобы страница была про телевизоры стартовая, если они смотрели стиральную машину, чтобы на стартовой присутствовали стиральную машину. Вам нужно, понятное дело, что раз вы делаете несколько вариантов страниц для разных типов пользователей, то есть так называемое сэмплирование, когда вы разбиваете, что у вас есть 50 вариантов стартовой страницы, и вы отдаете ее очень быстро разным пользователям, на самом деле, например, то, что у него в куке лежит, какой он там, типа, но вам нужно довольно прогревать ее, потому что, скорее всего, вы все силы пытаетесь не на то, чтобы ее инвалидировать, и, скорее всего, она генерироваться будет достаточно много, и прогревать пользователями, конечно, не нужно. То есть нужно прогревать его тогда, когда что-то произошло такое, что меняет его. Но в правом верхнем углу у вас по-прежнему должно написаться имя пользователя, и вы снова понимаете, что этот файлик, он здесь как-то ее странно очень отдывает, то есть нужно комбинировать какие-то разные подходы. Соответственно, мы продолжим дальше, что же нужно делать, но все эти проблемы, они все решаются. Очень хорошо, если вам повезет, если у вас нет SEO на проекте. В этом случае вы можете просто изначально генерировать страницу на клиенте. То есть Facebook вначале отдает 15 килобайт, в котором есть мое имя и поисковая строка. Дальше все вот эти вот блоки, он начинает на мяло-скрипте, засовывает туда контент, и, по сути, все очень быстро работает. Естественно, какой-то гугл-бот такое не оценит, и пока еще нет нормальных каких-то протоколов, по которым бы можно было поисковым системам это все нормально оскармливать, как динамические варианты, как нединамические. Ну, все этого очень ждут, и как только, так сразу попробуем. Соответственно, если у вас есть возможность строить интерфейс на клиенте, строите на клиенте. Потому что на сервере она будет дольше строиться. Есть старая технология, которая позволяла вебмастерам 90-х иметь один файл футер-хидер HTML, и таким образом они немножко автоматизировали свою работу. Инжининекс теперь позволяет использовать такие вставки вплоть до выполняемого кода. Соответственно, что это может вам дать? Вы можете изначально... И все эти запросы выполняются параллельно в вашем очень быстром геймерс-проксе Инжининекс сервере, который является Инжининекс. Соответственно, если у вашей базовой страницы есть SSI-вставки, Инжининекс параллельно обратится к ним и может их вставить. Соответственно, например, тоже приветствие пользователя, про которое мы говорили, в котором просто находится айдичник пользователя. Айдичник нужно взять банально из кукиса, добавить сюда маргумент и дернуть файлик. С точки зрения Инжининекс это тоже может быть файлик, потому что вы можете его еще и в профсисторе на него навесить, и он будет статическим файликом. То есть, по сути, вы сможете полновейно одну и ту же страницу собирать из разных блоков, часть из которых может быть уже изначально запиширована. И это будет очень быстро, это будет все те же 20-25 миллисекунд, как я вам показывал. Когда вы понимаете, что все-таки с хранилищем что-то пошло не так, например, с МС-1, но по всему коду вам ломбить и делать чтение с реплики и лень, можно залезть в адаптер. И если там переписать все четыре функции, insert, delete, update. И, соответственно, если вы работаете в этом режиме, то вы можете отдавать просто на чтение один адаптер, а на запись другой. Соответственно, после этого, так как вы начнете читать сметрики, на которые нет блокировок, которые очень хорошо работают, сбалансированы, которые просто insert делают из бинарного лога, вы очень, ну, вот в этом случае вы, наверное, забудете про все проблемы с медленным москвелем, но вы получите новую веселую проблему, это рассинхронизация реплики от мастера, потому что есть там какие-то миллисекунды, в течение которых, код, который вы вставили в мастер, еще, точнее, не код, а данные, они еще не находятся на реплике, соответственно, вам придется учить свою систему, все-таки сразу после старта не лазить в реплику, а в мастер, да, данные там точно будут. Конечно, у вас сразу появятся очереди. То есть у нас в 908 есть такая поговорка, что в любой непонятной ситуации надо сделать очередь, потому что любая обработка асинхронная, либо там поддержка ценности хранилищ, там, например, вам нужно обновить свинкс, если обновляются данные, вам нужно что-то отправить письмо, вам нужно что-то обработать, вот это изображение, там что-то пережать. Это все обязательно нужно делать очередями, и в хорошем проекте у вас будет 20-30 блокеров, которые будут постоянно работать, вы будете смотреть, анализировать по количеству джубов, и понимать, где донально можно поставить еще один сервер, который будет еще разгревать эти очереди. То есть в любой непонятной ситуации, как я уже сказал, используйте очереди, это вам очень сильно поможет. В какой-то момент у вас, что самое интересное, начнет ромазить даже сеть, даже с моим кэшем. Поэтому у меня тут даже код есть с комментарием, потому что это прям скриншот с гитара. То есть мы просто перешли на, для применения конфига, на внутренний Xcash, и получили просто 20% производительности просто на равном месте. Ну, это как бы плохой значок, это означает, что у нас сетевые, ну, уже большой поток обращений к OneCash. Но такие вещи, они тоже иногда очень серьезно ускоряют ваш код. Дальше, когда вы уже, снова вам, вы снова не знаете будете, снова не знаете будете, что делать, дальше попробуйте разбивать свои проектные части. То есть у нас эти части могут быть как логические, то есть, грубо говоря, ну, есть баннерная система, есть там доска объявлений. Это может быть разный кодбейс, это могут быть вообще разные системы с разными кранилищами, потому что один скрипт будет вставлять результат одного кода в другой. Вплоть до него подсистем, когда вы будете писать API внутренний, потому что там где-то, будет уже очень далеко этот сервер, и вы просто напишите протокол, по которому, API, по которому одна часть обращается к другой. Естественно, будет вверхать на сетевые все взаимодействия, и вообще это большое искусство построить систему, как множество очень мелких. Но, скорее всего, это то, к чему вы придете. И вы пойдете дальше. Это картина вам бога последняя. В ней дорога идет так и не заканчивается, но, по-моему, не заканчивается. Это потому, что постоянно, обменивая свой продукт инструментами, постоянно используя какие-то новые или старые техники, вы будете развивать проект. Но, боюсь, что вот это стоит попробовать. Это оно. Вот, на этом я хотел закончить, если получится. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Привет. Я хотел сказать спасибо за действительно интересный доклад, который... Я тут сказал, ты скажешь про Варниш или нет? Что-то ты сказал. Ну, любой маленький веб-сервер, он прекрасен сам по себе. Как он называется? Инженикс, Варниш или там? Ну это разные вещи. Ну это разные вещи. Вопрос первый. Ты сказал интересную фразу, что кеширование для неудачников пока не открыт для тебя хранилище. А вот можешь немножко раскрыть почему? Хранилище чего и для чего? Хранилище называют любые базы данных. То есть это будет MySQL реализационный, это будет MySQL нереализационный или там что-то, что поисковое какое-то. То, куда вы будете делать поиск. Потому что мы, например, MySQL поисковые запросы не делаем. Мы делаем сфинксу. Потому что он работает быстрее. И нам не нужно там думать про покрывающий индекс на 20 полей. Понятно. Понятно. Почему кеширование? Это разные вещи. Они решают разные задачи. Есть кеширование, есть депрессивная база. Тоже не говорить, что абсолютно разные вещи. Можно кешировать какие-то данные, с которыми ты работаешь постоянно, а в хранилище это хранилище там хранятся в принципе данные. Но ты в том же хранилище можешь хранить данные, которые уже сэмплированы, которые уже подготовлены, и эта таблица уже будет там в памяти и MySQL, если она будет редко меняться, MySQL у тебя будет работать просто бесконечно отлично с ней. И чем это концептуально отличается от кеширования? Я просто говорю, что когда мы подразумеваем кеширование, мы подразумеваем какую-то прослойку между медленным хранилищем и нашим кодом. Правильно? Как правило. Какую-то быструю прослойку. Но зачастую наши сами хранилища, наша база данных, они умеют отлично работать. Их надо просто правильно использовать. И я ничего не имею против ни OneCash, ни Redis, кроме того, что если их удается использовать, и вам не нужно их инвалидировать, причем в разных местах кода, и создавать зависимости в коде, то это очень хорошо. И второй вопрос по поводу SQL-баз данных. MySQL есть и это хорошо, но кроме MySQL, у них другие есть SQL-баз данные. Был ли какой-то опыт перевода систем с MySQL на другие или оценные базы данных в контексте производительности? В 2004 году я очень фрустрировался, что в MySQL нет... Там что-то были проблемы с транзакциями и не было... В многом году только начинали появляться хранимые процедуры. Это было очень давно. Вот что-то было в MySQL, то что... А я до этого работал немножко с Oracle, и мне оказалось, что... Oracle был дорогой. Мне оказалось, как я могу с этим работать? Как этот вот 323 MySQL... Как вообще с ним можно пользоваться? Почему у меня нет прекрасной базы данных, которые будут триггеры, которые будут транзакции, которые будут... Все, что я хочу. И мы сделали один проект на этом. Я понял, что просто вынесение бизнес-логики в хранимые процедуры... Это... Это очень странная парадигма. Дальше... Мы еще попробовали. И... Осталось очень странное послевкусие, после которого... Я знаю, что странное... Но подгаза 10 лет очень сильно изменилось. То есть там есть вещи, которые в MySQL до сих пор нет. Они не нужны. Спасибо. Еще вопрос надеем, а потом уже в offline. У меня есть вопрос. Вот вы говорили, что вы в своей практике делаете так, что подгружается начальная информация из файлов cookies. Допустим, если они запрашивают... Да, они у тебя в хидере идут. Ваши типа хидере. Ты когда запрашиваешь, ты делаешь гет, твой браунзер шлет содержимое твоих cookies туда. Были такие случаи, когда они были запрещены. Вот поэтому советуют не... не делать так, как вы. То есть... Еще пользователи выключают баннеры и JavaScript. Все эти пользователи очень интересны. Они не смотрят рекламу и, скорее всего, на них не заработаешь денег. Они живут в своем мире без cookies и JavaScript. То есть, вы считаете, лучше отказаться от таких пользователей, чем в эту часть? Да. Отлично. Да, это отличный способ от них. Ну, хорошо. Главное, спасибо за интересный доклад. Передаю следующему. Можно еще? Давай, последний вопросик. А что по поводу CDN-ов? Насколько они решают проблемы вот связанные? Естественно. Они просто не упоминали. Статический сервер, он уже, понимаете, когда вы отдаете задачу... Ну, я про файлы говорю. Я про потоки и стриминг я в них плаваю. То есть, мы делали проект лет восемь назад... Нет, лет десять назад о том, чтобы попробовать на базе это была альтернатива адобовского сервера сделать стриминг. И это было очень интересно. Но файлить это очень просто. Вы просто... В тот момент, когда у вас появился этот файловый сервер, вы просто перед ним ставите еще один сервер. Делаете Foxy Store. То есть, Ingenix, тот файл, который у него есть, отдает прекрасного SSD диска. Тот файл, которого нет, он летит в более медленный и более надежный сервер. И забирает его с него, кладет у себя и дальше отдает. Соответственно, у вас хранятся просто более популярные файлы. То есть, к примеру, мы, как украинская компания, мы, к сожалению, не можем себе позволить хоститься в Украине. Вот. Да. После того, как к нам пришла милиция в наш сервер, в наш офис, мы стали еще... и у нас серверов нет. То есть, мы нормально все... все наши продукты, мы сейчас работаем на наших макбуках. Соответственно, в Киеве у нас есть, да, сервер, который вот так вот отдает файлы бесконечно быстро. Но он такой. Его нет и его нет. Дальше просто Амазон будет. Спасибо. Спасибо, Леш. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я приглашаю Алексея Рыстенко и его микростайлица. Добрый день. Меня зовут Леша Рыстенко. Я сотрудник компании ДТАРТ. И сегодня я хотел бы вам рассказать о такой теме, как микросервисы, их оптимизация и как они себя ведут в хайлорах. Собственно, я сразу хочу спросить, поднимите руки, пожалуйста, кто из вас работает с микросервисами? Ну, все в какой-то мере работают с микросервисами. На самом деле это очень размытое понятие. Но для тех, кто не в курсе, я сейчас вкратце расскажу про микросервисы. Собственно, мой доклад будет очень быстрый. Тут такая тема, что либо голову по Европам, либо на три часа каждый день, три дня в неделю. Поэтому я постараюсь очень быстро, я не буду вас задерживать. Я хочу рассказать на самом деле концепции, которые можно применять или иметь в виду в процессе работы с микросервисами, которые работают в условиях высокой нагрузки. Так, что такое микросервисы? Как мы знаем, у нас есть всегда нановительные приложения, в которых у нас есть приложения, база данных и все, что там происходит. Оно работает в одном процессе, оно работает и работает в себе. То, с чем мы традиционно имеем дело. Однако микросервисный подход подразумевает разделение крупных частей функциональности нашего приложения на некоторые небольшие сервисы, которые взаимодействуют между собой. Таким образом, наше приложение остается тем же самым, однако его логические компоненты разбиты на разные сервисы. Соответственно, склеиваются они тоже одинаково. Когда у нас склеивается мановительное приложение, то, что мы делаем или шардим, мы работаем с ним как с цельным блоком, однако в случае с микросервисами мы можем эти сервисы распределять отдельно. Мы можем их разделять по разным логическим блокам, шардить их отдельно и так далее. И все, что с ними связано. У микросервисов есть множество плюсов и минусов, много останавливаться на их определении мы не будем, потому что в конце есть ссылка на статью фауэра, и там все прекрасно написано. Фауэр пишет лучше, чем я говорю. Собственно, у микросервисов есть несколько собственных личных родовых проблем, с которыми приходится иметь дело. У микросервисов, например, есть проблема связности, так как они общаются между собой посредством каких-то сообщений, а всегда, где происходит общение двух компонентов, всегда потенциально существует проблема. Это является большой проблемой микросервисов. Не то, что мы очень большим, но является проблемой, мы дальше это рассмотрим. Есть также проблема у микросервисов, когда наше приложение состоит из нескольких компонентов, каждый из которых работает автономно. Они могут работать на одном сервере в разных потоках, они могут работать на разных серверах, они могут комбинироваться, перекомбинироваться, как угодно работать. Есть большой риск того, что какой-то сервис откажет. И есть также большой риск того, что мы не сможем вовремя обнаружить, что у нас отказал где-то микросервис. У нас что-то сломалось в монолитном приложении, чаще всего то, что ой, оно не загружается, мы должны его чинить. У нас сломался какой-то микросервис, и бывает такое, что обнаружить это мы можем не сразу. А в худших случаях мы это вообще даже обнаружим только постфактум, по логам, и окажется, что все наше приложение работало неправильно из-за того, что наш микросервис был... В нем случилась ошибка, и он упал. Это признаки, конечно же, плохого проектирования, но никто из нас не застрахован от плохого проектирования. И есть еще одна большая проблема. Микросервисы, конечно же, медленнее из-за того, что им постоянно приходится общаться друг с другом, им приходится рассчитывать друг на друга в какой-то мере. В хороших системах им приходится мало рассчитывать друг на друга, в плохо, в спроективных системах им приходится сильно рассчитывать друг на друга, но, тем не менее, это занимает какое-то время. Есть у них еще одна проблема в выборке данных. Конечно же, в хороших, хорошо спроективных системах микросервисы практически не зависят друг от друга, и каждый из них работает со своим хранилищем, со своими данными и так далее. Но как часто мы встречаемся в нашей работе с хорошо спроектированными системами? Если честно, редко. И то же самое касается микросервисов. И когда один микросервис начинает выбирать данные другого, третьего, это уже признак того, что у нас на хайлоде появятся большие проблемы. Что я хочу посоветовать? Ну, прежде всего, я бы хотел поделиться какими-то инструментами, которыми я пользуюсь для того, чтобы вовремя ловить то, что у нас происходит на наших серверах. И первый из них, уже Леша про них говорил, и мы все его знаем, это Google Analytics. Он безумно полезен нам в нашей работе, потому что он сразу показывает нам динамику нашей работы. Мы можем по нему увидеть, что у нас уже скоро будут большие проблемы с нагрузкой, или мы можем по нему увидеть, что у нас уже большие проблемы с нагрузкой и так далее. Леша, не смотри туда. У вас отказы в органике, вы что? Это из интернета, Леша. Я не могу в свои сервера здесь показывать в этой презентации. Ты можешь, я нет. У меня контракт. Есть еще Minion. Это очень удобный инструмент. Буквально вот как Plug and Play ставится на Debian системы, и может сразу Леша это тоже из интернета. Как Plug and Play он ставится очень удобно. Леша на Debian системе может нам уже сразу показывать, что у нас там происходит. Это очень удобно в том случае, если нам надо вот сейчас бежать с аптечкой куда-то и смотреть, что там такое. Но хотя лучше это иметь сразу, конечно же. Есть еще Zadex. Леша про Zadex уже рассказывал. Я не знаю, стоит ли третий раз, второй раз рассказывать про Zadex. Он очень хорошо помогает в мониторинге инфраструктур и прочее. В общем, это тоже очень удобный инструмент для мониторинга наших сетей. Есть у нас старый, добрый классический G-метр, который можно загрузить в то, что мы делаем, чтобы уже знать, чего ожидать. Чтобы можно предотвратить какие-то проблемы с помощью обычного, зонорозочного тестирования заранее. Это очень хорошо. И можно сказать, аптечка в бардачке автомобиля – это профайлер XH-Proof. Профилировать нам, скорее всего, придется, возможно. И поэтому, ну, это на самом деле тема для хайбинара. Но я лично предпочитаю профилировать с помощью инструмента XH-Proof, а не профайлер X-Debug, потому что он не ресурсовый. И его отчеты можно генерировать в GraphVis в визуальной форме. Это просто те инструменты, которые могут нам помочь в процессе разработки. Давайте представим себе такую систему гипотатическую, которая работает на основе микросервисов. У нас есть интернет-магазин, который продает печатную продукцию. Соответственно, пользователь может загружать туда свои изображения, он может их накладывать на какие-то печатные продукции, открытки, буклеты, листы формата А4, А6, календари, все, что он там сможет придумать или выбрать из уже существующих дизайнов. Соответственно, он может это купить, заказать, получить доставку. И, соответственно, эти изображения должны обработаться. Вкратце, схема этого приложения будет выглядеть вот так. Это печально, на самом деле. Потому что, теоретически, это микросервисное приложение, потому что это приложение из так называемых гибридных архитектур, когда у нас есть когда-то написанный один монолит, новая функциональность которого дописывалась и доставлялась уже как отдельные сервисы, которыми пользуются монолиты. И вот в ситуации, можно сказать, с живьем из живого опыта все это выглядело довольно печально, поскольку у нас был интернет-магазин со всеми его каталогами, со всеми индексами этих изображений и со всей прочей информацией хранился в монолите. У нас была главная база данных, в которых имела всю информацию. Была какая-то бизнес-логика, была API, которая общалась с обработчиком изображений, которые загружались. Туда эти изображения нужно было обрабатывать. Их нужно было обрабатывать как можно быстрее, в реальном времени. В общем, постараться сделать все, чтобы они обрабатывались быстро. Будьте здоровы! Там у этого процессора было свое API, которое сдавало информацию об обработанном изображении. И вся дополнительная функциональность стояла на этом же сервере с этим же стендалоном в виде отдельных сервисов, которые клонировали вот эту вот часть, представляете себе, что ее штук 5 или 10. Соответственно, когда это выехало на Highload, это случилось довольно быстро. Это все стало тормозить просто страшно. То есть, оно стало не просто к нему и выучить ее тормозить, оно стало и выучить, и тормозить. Это не очень хороший подход. И давайте попробуем определиться, что нужно сделать для того, чтобы микросервисное приложение работало лучше, отказоустойчивее и так далее. Во-первых, у нас, вы знаете, что послужится, когда у вас есть молоток, все в мире выглядит как гвоздь. У большинства разработчиков, в принципе, которые делают системы, которые потом выкатываются на Highload, есть молоток. Это плохоток. Все остальное – гвоздь. Но не все в курсе, на самом деле. Каждую задачу надо решать своим образом, своим инструментом, более подходящим для него. Например, если у нас в приложении есть какие-то вещи, которые нужно считать очень быстро, в реалтайне, вот прямо сейчас, брать и считать, и считать очень быстро, мы не будем это писать на сейшатке. Проще взять C++. Отдельный маленький сервис, который производит вычисления, он написан на C++. Скорость вырастет. Какие-то веб-компоненты, какую-то стандартную бизнес-логику можно писать на PHP, можно писать на языке, который вы предпочитаете, хотя это HP User Group, поэтому про PHP поговорим. Какие-то генераторы отсчетов можно писать на Node.js. Главное – подобрать нужный инструмент. Все зависит от конкретной задачи, которую мы решаем. Мы не связаны тем, что мы пишем все на одном языке. Соответственно, то же самое касается BuzzBank, но об этом позже. Например, у нас происходит что-то такое, что мы нашли один из наших сервисов, который работает медленно. Решение очень просто. Буду капитаном очевидность, но скажу, что балансировать нагрузку, в случае, если у нас есть несколько мономитов, что мы делаем? Мы делаем шарфинги, распределяем нагрузку. Мы можем воспринимать нагрузку между отдельными сервисами, на которые нагрузка самая большая. Остальные сервисы оставить в покое. Если какие-то сервисы справляются, они справляются. Если какие-то не справляются – Node.dancer, Nginx и все такое. Есть множество способов, на самом деле, это сделать. Я не буду остановиться на конкретных технических данных. Собственно, то же самое касается и Buzz данных. Леша уже это упоминал. Каждая из задачи, мало того, что подходит свой язык программирования, но и немного из другой области, свое хранилище подходит своим задачам. Например, финансовые данные. В случае нашего примера, финансовые данные, это аналитика, реализационная база данных вполне подходит для этих задач. Но у нас есть большое количество, множество изображений, каждый из которых имеет свои характеристики. Возможно, какие-то нет, какие-то не нет и так далее. Почему не взять документоориентированную базу данных? Для хранения сессий пользователя, для хранения личных данных пользователя, каких-то временных и так далее. И так далее. На самом деле, это не идеально. Можно брать более подходящие базы субботы, которые нам необходимы для решения конкретных задач. Но совершенно не нужно использовать одну и ту же базу для всех сервисов. Соответственно, я хочу сказать также о том, что я забыл упомянуть в самом начале. Просто чаще всего гибридные приложения, на которых у нас есть монолит, микросервис или просто микросервисные приложения, которые плохо спроектированы, дешевле шардить. То есть, докупать больше серверов зачастую просто дешевле, чем рефакторить. Все это касается тех моментов, когда рефакторить у нас есть возможность и средства. Если у нас нет возможности и средств, это как бы все не нужно. Но, если у нас есть возможность и средства, или же мы уже проектируем систему, в которой мы планируем иметь большую нагрузку, с ней работать, тогда это все действительно нужно. Таким образом, та система, которую мы показывали на этом слайде, декомпозиция всех этих штук, декомпозиция базы данных, распределение нагрузки, разделение функциональности, она превращается в более внятную систему, с которой проще работать. Во-первых, обработчик изображений и прочие вещи, которые обрабатывают большое количество входящих данных, как я уже правильно сказал, не знаю, что делать, делаю очереди. Среда очереди, о которых, кстати, расскажет потом Антон, они очень полезны в такого рода задачах, и их нужно ставить везде, где мы обрабатываем большое количество данных постоянно. Соответственно, разбивать функциональность нужно, чтобы на микросервисы нужно, для того, чтобы не работать с тем, с чем мы должны работать. Это, там, финансовые данные работают с финансовыми данными, рекомендации работают с рекомендациями. Мы берем каталог продуктов, работает с каталогом продуктов. Если нам необходимо выдать какую-то, какой-то набор рекомендаций для пользователя, которые заходят в интернет-магазин, мы можем взять уже готовую скомпилированную выборку данных продуктов, и с ней уже работает другое хранилище, основанное на графах, которое быстрее построит граф рекомендаций, нежели религиозная база данных, и так далее, и так далее. Микросервисы для магистров друг с другом с помощью сообщений, то есть в сложных ситуациях, когда у нас есть некая транзакция, в которой участвуют несколько сервисов. Мы берем один сервис, отправлять сообщение другому сервису, и убеждаемся, что это сложная транзакция завершена. Это отнимает большое количество времени. Лучшим вариантом работы в таких случаях являются очереди. Если сервис ждет, что другой сервис ответит ему подтверждение на завершение операции, мы теряем много времени. В случае, если у нас 10 тысяч запросов в секунду, то у нас уже количество времени на обработку врастает в разы. Для этого у нас есть сервера очередей. Один сервис отправит сообщение другому и не ждет того, что ему придет подтверждение об обработке. Он просто отсылает то, что он должен прислать. Второй сервис обрабатывает это в порядке очереди. Сервера очередей. Антон расскажет подробнее в следующем докладе. Тоже не будем останавливаться на этом подробнее. Второй сервис отправляет третьим. Возможно, в конце на выходе мы потеряем какие-то запросы, но зачастую в огромном количестве случаев потерять транзакцию нам дешевле, чем тратить время на оптимизацию микросервисной архитектуры для того, чтобы она обрабатывала все эти транзакции. Например, британская компания Guardian, новостной портал Guardian, они так и пишут в своих статьях, что мы не теряем транзакцию, мы не следим за цельностью данных, проходящих через нашу архитектуру, потому что потерять транзакцию в нашем случае, в их случае, не так дорого, как тратить время и средства на оптимизацию этой части. Все зависит на самом деле от стоимости того, что вы делаете. Также очень важно в случае общения микросервисов, очень важно следить, что количество данных, которые они передают друг другу, остается минимальным. Не нужно использовать сложный протокол, сложные-сложные растопии, какие-то транспортные... В общем, сложности не нужно, это должно быть максимально просто, и количество сообщений передаваемых должно быть минимальное. Netflix, компания Netflix, у них есть вся корпоративная система, которая основана тоже на микросервисной архитектуре, у них есть негласное правило. Каждый их сервис передает не больше одного сообщения за запрос. То есть, таким образом, у них просто есть такое правило, которое минимизирует объем передаваемых данных, а это увеличивает скорость обработки в хайлорде. В случае, если вам поведет, и у вас есть ресурсы, которые вы можете выделять под какой-то из сервисов, вы можете использовать сервис-контроллеры, который контролирует то количество серверсов, между которыми можно распределить задачи. У нас есть некий кластер, состоящий из одного и того же микросервиса, просто подвергован в несколько раз для ускорения обработки. Если появляется новый свободный сервис, он оповещает сервис-контроллер о том, что он готов к работе, и сервис-контроллер будет выдавать ему новые задачи, таким образом повысится скорость прохождения. То есть, также сервис-контроллер контролирует состояние других микросервисов, чтобы те запросы, которые они обрабатывают, не терялись. И сервис-контроллер всегда знал, что есть какие-то сервисы, которые не могут обрабатывать запросы, поэтому им не нужно отсылать задачи. Но это уже в том случае, если у нас достаточно ресурсов для того, чтобы выделять сервисы. Собственно, вот эта сложная архитектура, вот эта вот кошмарная, которую мы рассказывали, это на самом деле история из жизни. История из жизни, которая... Действительно, вся эта система была очень сложной, и мало того еще все это было написано на четвертом по ХП. И мы действительно пытались погромить эту систему на микросервисы, которые будут независимы друг от друга. Конечно, полностью нам разделить ее не удалось, потому что объем работ превышал количество... превышал стоимость шарлинга. Однако разделить его на несколько сервисов нам удалось. И разделение сложной архитектуры на микросервисы, тогда когда это оправдано, это действительно очень хорошая практика, которая может вам пригодиться. но действительно, как я уже говорил раньше, все зависит от конкретной задачи. Смотрите, думайте и считайте, что будет более выгодно. В принципе, на этом у меня вкратце, 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 все. Большое спасибо. И если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Поехали. Я люблю, когда меня ничего не спрашивают. У нас есть шоколадные слоники. Я хочу шоколадного слоника. Году станется два. Все? Окей. Какой был вопрос я себе задал после своего... Можешь это создать камень, который... Это хороший вопрос. Я бы забыл себе точно такой же. Пользуюсь случаем. Вот у тебя как-то в докладе все о боли и страданиях, и том, как все плохо. Вот. Пользуюсь случаем. А что мы выигрываем вследствие этого? Помимо того, что можем более точечно шарпить сервисы, и у нас код теоретический. Команду нужно разделить. Код некрасивый. У некрасивысов есть множество, на самом деле, плюсов. Я уже не буду говорить о плюсах, минусах некрасивысах и так далее. Это вот эта вот статья. Я пытался... Ну, у некрасивысов множество плюсов, потому что они дают функциональность, они помогают разделить команду, они помогают в организации. Вообще, много плюсов. Просто я пытаюсь сказать, что есть в случае оптимизации метрасивысов, подработав в высоких нагрузках, есть у них свои проблемы, которые решаются примерно таким образом. На самом деле, очень сложно это все рассказать более подробно за полчаса. Мы говорили о плюсах очень много, а был обратный пример. Когда приложение, изначальное описание микросервисов, или какую-то часть этого приложения пришлось сделать монолитом. По соображениям перформанса, по соображениям еще чего-то. По соображениям... По соображениям скорости разработки. Ну, причина, по которой нам приходилось два похожих микросервиса, в которых были деморализованы базы данных... А что за микросервисы? Финансовые данные и аналитика. Там два микросервис, которые отдельно это обрабатывали. Они очень фактически использовали данные друг из друга очень-очень активно. Но, чтобы оптимизировать их работу, нужно было разбросать их данные так, чтобы они использовали свои базы данных. Но, тем не менее, быстрее было просто совместить их в один монолитный сервис, чтобы они уже не мучились, а обрабатывали свои данные вместе. Это уже вопрос стоимости. Олег. Я думаю, все уже запустили свой самолет, получили призы. Ну, а мы, наверное, полетим дальше. Итак. Меня зовут Антон. Я разработчик компании DataArt. Плацируюсь в Харьковском офисе. И моя тема доклада – это асинхронность в приложениях, система очередей German, и маленький пример реализации с использованием Е2 и German. Итак. Ну, поехали. Давайте поднимемся, кого раздражает подобное. О, отлично. Значит, многие из нас сталкивались с этим на разного рода веб-сайтах. Понятное дело, она может быть везде. И это значит, что, скорее всего, вы как пользователь уже ушли с нашего сайта, и мы потеряли вас как потенциальный заработок на рекламе или прочем. Вот. Соответственно, я могу предположить, что сайт, вероятнее всего наш предполагаемый, написанный на PHP, выполнялся все скрипты, которые приводят к отрисовке страницы на базно-покосерверную часть, выполнялись последовательно. был какой-то ряд задач. Коннект к базе данных, получение какой-то специфической информации, обработка и, конечно, в виде вывод страницы. То есть, это все, скорее всего, было отвернуто в какую-нибудь JavaScript-отберточку, получалось динамически после первого рендера. Ну, и пользователь ждал. Ждал, пока наш скрипт отработает в конечном итоге. Вот. В таком случае мы столкнулись с абсолютно классически синхронно загружаемым скриптом. Да. Даже если, скорее всего, у нас происходил какой-то большой таск, который, там, к примеру, получение определенного рода статистики, или, возможно, мы коннектировали с API и получали какие-то данные, который занял еще дополнительное время, которое в конечном итоге привело к такому печальным результатам. Ну, мой график, к сожалению, не линейный. Да. Но, на самом деле, зависимость не линейна от количества задач и времени на выполнение скрипта. Она действительно стремится, скорее, к экспоненте. Вот. Вот. Но можно представить его так. И мы можем сказать, что, скорее всего, в случае высокой нагрузки большого количества пользователей на сайт, ну, вероятнее всего, наш сайт еще и к тому же ляжет. Кроме того, что от него идут пользователи, да, вот, еще и все перестанет работать. Что мы можем предложить для этого? Ну, вот такое интересное слово – асинхронность. Ну, наверное, я бы спросил сначала вас, ребята. Асинхронность – что это? Когда несинхронность. Несинхронность? Хороший ответ. Окей. Асинхронность в все-таки программировании, да? Неблокирование. Мореллеры выполнения. Неблокирование. Если ход продолжает выполнение и до ожидания ответа сервера. Ну, то есть оно потом возвращается, получает ответ и дальше выходит. Но если мы не ждем ответа сервера… Постановка задачи на выполнение… Ну, ты всегда, да. Постановка задачи на выполнение без понимания… Независимо… Независимо… Ну, на самом деле, почти все были правы. Ну, не считая… На самом деле, доля, правда, в параллелизме тоже была, но параллелизм и асинхронность несколько имелище. То есть, в случае параллельного выполнения скриптов, наши скрипты не обязательно будут выполняться одновременно. По линейке времени они могут быть разбросаны абсолютно в разном периоде времени и, скорее всего, это не будет асинхронность. Но основная функция, фишка, собственно, асинхронное выполнение скриптов, приложений и прочего – это отложенное выполнение задач. То есть, у нас произошла какая-то одна задача, и мы вторую задачу, которая у нас присутствует, два высоконагруженные, мы не продолжаем ждать ответа нашего сервера, откладываем задачу, отправляем ее на асинхронное выполнение, и уже конечный скрипт, в итоге, уже мы видим результат, не ожидая результата от отложенной задачи. Какая бывает асинхронность? Ну, наверное, можно разделить на две части – клиентская и серверная. То есть, согласно более-менее стандартизированной классической статистике, правда, при оптимизированной веб-странице время на загрузку серверной части обычно составляет все-таки в районе 20% от общего время загрузки страницы. И все-таки сначала нам, ну, на самом деле, если мы говорим об оптимизации веб-приложения, стоит посмотреть на сторону фронт-энд части, то есть наши CSS-скрипты, JavaScript, все, что загружается у нас после выполнения нашего PHP-скрипта, вот это все, конечно, обычно занимает больше времени. Ну, первое, о чем, наверное, начинаешь думать в этом случае – да, у нас наша технология – Ajax. Да, то есть, как было сказано предыдущими докладчиками, мы можем немножко изменить вид нашей выдачи, лодинг уже будет немножко не в общем виде страницы, а мы загрузим все наши быстрые модули, которые загрузили, мы получаем данные из какой-то определенной части, и Ajax будем подгружать не весь контент, а какую-то его часть. Соответственно, можно предположить, что вот эта какая-то часть этого контента все равно будет загружаться довольно долго, и, вероятно, пользователь все равно будет недоволен, особенно если это его какая-то очень весомая часть, например, голосная лента или его профиль, обновленный с информацией, полученным через API. То есть, тоже мы видим, что… Ну, то есть, вот это был пример такой себе асинхронности на фронтенд части посредством Ajax и получения дополнительных данных из уже отрендеренной страницы с дополнительным Ajax запросом. То есть, на сегодняшний момент для реализации асинхронности в фронтенде существует, в принципе, ряд решений, кроме Ajax. То есть, они используют ряд технологий, которые позволяют нам получать разного рода данные в главном порядке и динамически, не связывая содержание одной части страницы от другой. Ну, как бы, все-таки, да, вот, в случае асинхронного выполнения мы там, от линейного асинхрона мы получим примерно такую схему. То есть, как отдельные запчасти страницы у нас грудятся по факту не связаны от основного контента, но все равно остается минус. То есть, остается вот этот лодер несчастный, и мы все равно можем не увидеть контент из-за все-таки нашего серверного приложения, которое не имеет никакого отложенного выполнения, и скрипт все так же будет рендериться там, ну, долго, назовем это долго, секунду, где может дольше. Если нет никакой оптимизации кода, то может дольше. Вот, да. Итак, серверная асинхронность. Ну, мы, как бы, предполагаем, что мы сейчас говорим о языке PHP. Вот, как мы знаем, по дефолту, ну, по умолчанию, да, как говорил наш первый закладчик, наш скрипт живет, чтобы умереть. То есть, он выполняется от начала до конца, и если мы не применяем никаких дополнительных штук, то по факту мы все равно ждем окончания выполнения скрипта или его фейла внутри, или отвала, и еще и еще не только эта проблема. Вот. Да, но мы это можем все-таки как-то решить. Да. Да, какие у нас бывают варианты. Первый вариант, который присутствует в HPM версии, это fast-sijay finish class. Наверное, многие сталкивались при работе с ним. То есть, мы можем отдать результат работы скрипта пользователю до того, как мы закончим выполнять какую-то конечную часть. То есть, мы прямо посредине скрипта где-то пишем fast-sijay finish class, и, как бы, пользователь получает свой 200-й код с BAD в HTTP и прочее, прочее, прочее. Ну, у этого способа есть, конечно, ряд недостатков. Первый недостаток – это то, что по данному файлу мы обязаны закончить сессию до вызова fast-sijay finish class. То есть, сессия все равно будет оборвана, и вся остальная часть скрипта, которая у нас находится после fast-sijay finish class уже, скорее всего, выпадет в fatal error, потому что не найдет какую-то часть или exception, мы получим. Будь здоров. Более старые методы, которые существовали до PHP-FM – это выполнение какого-то стороннего скрипта через exec-консоль, но метод, мягко говоря, не очень. Вот. Ну, то есть, мы вызываем внутри нашего PHP-кода какой-то другой скрипт, ну, и получаем. При этом, первое, во-первых, не все, а все-таки хост-провайдеры дают нам доступ к exec-функции. Вот. Второе – это все равно какой-то как основной скрипт или часть нашей какой-то паз, который все равно запускается. Ну, в общем, минусы имеются. Вот. Что еще у нас есть в инструментах? Это PCN-TEL. То есть, сейчас, ну, довольно давно присутствует расширение PCN-TEL, которое позволяет… Ну, скорее, она используется для, собственно, выполнения кода параллельно. То есть, при помощи этой библиотеки мы можем сделать форк нашего кода, уйти в форк и продолжить выполнение в стороннем процессе втором. Ну, если вкратце, на самом деле там много нюансов. Вот. Ну, то есть, опять-таки, это не совсем-то асинхронность, которую мы хотим добиться. Ну, и последний – это, в общем-то, использование чередей. Да. Ну, как бы, я не могу сказать, что использование чередей – это все-таки панацея от всего, но очень многие вещи и задачи решить она может. Да. Первый момент при использовании… Что произойдет при использовании любой вида из очередей на PHP? Это… И изначально, если мы хотим использовать очереди, то мы должны быть готовы к тому, что нам придется перекроить архитектуру приложения. Ну, если она уже готова, и она не пишет выражение с нуля, и не закладываем, что мы будем использовать очереди отложенные выполнения, горки о чем-то кожи, то, скорее всего, первое, что будет переделано – это, скорее всего, вывод после отправки нашей какой-то задачи в очередь. То есть пользователь уже будет, по крайней мере, первое, он будет доволен, потому что он не увидит какого-либо лодера, не будет ждать результата выполнения скрипта, но мы должны подстроить UI под это дело и вывести ему там «please wait», «content will be loaded later» и так далее, потому что наш скрипт, который выполняется в очереди, он все-таки должен выполниться и представить результат. А когда он его представит, мы не знаем, потому что еще один момент, который был сказан об асинхронности – это отсутствие, ну, невозможность получить результат на ходу, ну, от выполняемого скрипта асинхрона. Поэтому, то есть мы получаем вот такую вот картинку и пользователь ждет. Ну, опять-таки, мы получаем довольно много изменений в нашем приложении, которые требуются, ну, то есть, чтобы удовлетворить нашего пользователя. Так, что можно использовать, ну, для чего можно, собственно, использовать нашу серверную асинхронность, в частности, использовать очереди – это отправка почты, например, обработка изображений и прочих медиа, то есть, действительно, тяжелые задачи, которые занимают определенное количество времени. Почет статистики, если мы говорим о приложении, которое связано с бэк-эндом. Вот. Так же синхронизация с какими-либо API-сервисами, получение данных, потому что тоже, вероятнее всего, мы не можем предсказать, сколько времени займет синхронизация. Ну, вот, переполучение данных, если говорить о каких-либо бесплатных открытых API, таких как Facebook, ВКонтакте и прочих, ну, получение ответа бывает занимает довольно порядочное время. Вот. И мы с этим ничего не можем поделать. Поэтому мы идем к нашим системам очередей. Да. Ну, очередь может выглядеть по-разному. Ну, например, так. Вот. Это неправильно построенная очередь. Вот. То есть, какие моменты можно выделить в нашей очереди и какие задачи она решает. Вот. Во-первых, очередь должна организовывать выполнение наших задач. Ну, наверное, давайте все-таки остановимся на элементах, которыми оперируют, если мы говорим о очереди. Первый элемент – это сама задача, task или прочее. То есть, это единица, выполняемая единица скрипт, который выполняется в рамках какой-либо операции. То есть, очередь – это список вот этих задач, которые должны быть выполнены. То есть, если у нас есть задача, то нам, наверное, нужно, чтобы кто-то эту задачу выполнял. Ну, значит, нужен обработчик скрипт, который будет выполнять эту задачу. Ну, и логично, что у нас будет представлен сервер очередей. Ну, то есть, это список задач, которые выполняются, скорее всего, приоритизированный. И он должен распределять нагрузку между воркером или воркерами. Зависит от того, что мы выбираем. И, в общем, если мы говорим о PHP, что мы можем выбрать? Система очередей на PHP бывает самым… Одним из популярных – это RabbitMQ, наверное. Вот, ну, он как бы называется «система очередей», да? Ну, как бы он больше система сообщений, есть такое вот понятие, да? Проподируется на протоколе MQ. Также из конкурирующих товарищей, наверное, поделки производителей Zend. У Symfony тоже есть свои очереди написанные, вот. И, ну, там ниже есть, менее известные. Ну, как бы у нас в команде мы в свое время остановились, свой выбор на системе очередей German. Это… ну, почему на German? Ну, мы взяли, значит, в тот момент взяли наш рабочий сервер, который уже присутствовал в проекте, взяли исходники нескольких, там, RabbitMQ, еще Севери, по-моему, да, и German. И сходу вот… то есть не было изначально знаний, какой она лучше работает, там, наша статистика в интернете присутствует. Ну, в основном обычно тоже. Я люблю German, или я люблю RabbitMQ, потому что я его люблю. Вот. То есть, ну, мы взяли вот в определенный момент исходники разных серверов очередей, и на тогда еще бунту сервер 12 самым быстрее всего свои запчасти завел German. Ну, то есть, минимальный прототип минимально завелся на German. Ну, и с того момента, как бы, мы используем German повсеместно для реализации системы очередей задач. Ну, его преимущества и возможности… Первое, он содержит открытый исходный код. Исходный код на данный момент написан на C. Ну, был изначально на Python, ну, создатели в каком-то далеком 2010, по-моему, году переписали исходники на C. И с того момента он так и продолжает свою жизнь. Вот. Какие еще из плюсов? Из плюсов можно назвать, что наш компонент, который воркет, который, собственно, выполняет наши задачи, может быть написан на… не только на 5-ки. То есть, это, как наш говорил предыдущий Леша, вот, это фактически, можно сказать, микросервис, на самом деле. Вот. То есть, который может быть написан на Python, C. Я помню, что воркетуш там, помню, кто-то там и нажавею поделку выкладывал. Вот. То есть, он довольно гидкий, ну, и сам по себе довольно неплохо, получается, балансирует нагрузку. Как это можно делать? Поехали дальше. Ну, еще раз более подробно о самих компонентах German, которые есть. То есть, что мы имеем? Первая часть German, если мы собираемся использовать этот фреймворк очередей – это клиент. Клиент – это тоже часть кода, написанного на PHP. Клиент для German – это PHP-экстеншн, доступен из PECO. Раньше был еще ряд клиентов, но сейчас, как бы, самый популярный. Вот. Встраиваемый в наш PHP-код и запускаемый задачу на выполнение. Что такое задача? Задача – это, ну, фактически, это запрос к нашему, ну, получается, запрос к нашему job-серверу, который говорит, что вот такая-то функция, которая зарегистрирована за воркером, должна быть выполнена с таким-то набором параметров. Параметры, которые передаются – это, фактически, строка. То есть, обычная строка. Ну, строку мы можем сервизовать объект, массив, все, что угодно. Так что, в общем, тут ограничения есть, но на длину, но они не настолько существенны. Компонент job-сервер. Ну, это, в общем-то, и есть. То есть, сишное приложение, которое мы должны установить на наш сервер, который будет нашим сервером задач. Вот. Который принимает этот запрос на постановку задачи в очередь на job-сервере. Ну, отсутствует очередь. Вот. И третий компонент, а не последний – это вот сам воркер. То есть, это, опять-таки, исполненный код, который написан на PHP или в другом языке. Он, ну, если мы говорим о воркере написан на PHP, то это уже собранный код, который хранится в памяти, не обязательно на том же сервере, где находится job-сервер. То есть, наши воркеры могут располагаться рядышком с нашим клиентом, могут располагаться на еще третьем сервере. То есть, у них нет прямой связи между клиентом. Как это существует, вот такая вот непрямая связь. То есть, наш воркер регулярно, ну, не регулярно, наш воркер, точнее, наш сервер спрашивает на регистрированных воркерах. То есть, в случае правильной задачи говорит, что появилась задача, отправляет запрос. Воркер, в свою очередь, просыпается, вот, обращается к серверу, спрашивает список задач. И если в этом списке задач присутствует функция, которая в воркере зарегистрирована, то он эту задачу выполняет. Ну, то есть, производит ряд действий, например, оптимизирует наше, сжимает изображение, обращается к API третистороннему и прочее, прочее, прочее. Результат выполнения. Результат выполнения воркер обратно, то есть, ну, на самом деле, результат выполнения передает в очередь. И, в принципе, со стороны клиента мы, если мы выдаем идентификатор задачи определенной, когда мы запрашиваем на ее выполнение, результат мы можем получить. Но когда, как мы понимаем, теряется вся солья синхронности, потому что мы все-таки запрашиваем какой-то результат. Вот, поэтому результат работы воркера можно кормить в каком-то третьистороннем хранилище. Или, если это связано с нашей системой, мы уже можем через нашу систему работать, сохранять этот результат, делать все, что мы можем. Сохранить его в базу данных или в KV или в storage и так далее. То есть, как осуществляется масштабируемость посредством German серверов, воркеров? То есть, основная особенность его в том, что мы можем поднять неограниченное количество job серверов, которые будут обрабатывать задачи от наших клиентов. То есть, как выставляются задачи, мы увидим позже на следующих слайдах. Но, вкратце, мы все равно в любом клиенте и воркере мы устанавливаем коннект с нашим job сервером. То есть, мы, соответственно, устанавливаем коннект со стороны клиентов 1, 2 и 3, устанавливаем коннект с job сервером 1. Наши клиенты с 4 и 5 устанавливают коннект с job сервером 2. То же самое касается и воркеров. То есть, воркеры тоже устанавливают. Мы изначально, когда мы инициализируем воркеров, мы инициализируем коннект с нашим job сервером. Ну и, опять-таки, мы там выставляем сервер, с которым мы хотим работать. Соответственно, мы можем сделать ряд воркеров определенного количества. То есть, воркеры могут выполнять одну и ту же задачу, на самом деле. То есть, они могут содержать одну и ту же зарегистрированную функцию. Но мы продублировали воркеры, потому что понимаем, что выполнения одного воркера, скорости его выполнения или время ожидания этого воркера недостаточно. И мы их продублировали и получили такую вот возможность масштабироваться. И, ну, также можно таким образом организовать фейл овер наших воркеров. То есть, в случае, если отвалился один, у нас всегда присутствует еще несколько зарегистрированных. Ну, да, я сделал покрупнее. Не знаю, насколько оно видно. Видно? Как это? Нет? Как ты думаешь? Ну, я не знаю. Последок было видно. Да. Как бы так. Ну, наверное, попробуем озвучить, да. Ну, на самом деле, код очень простой. Он чисто показывает, как организовать с минимумом затрат на работу с нашей German-системой. То есть, у нас есть глобальный джерман-воркер, который, глобальный класс, да, который у нас присутствует в системе, потому что мы доставили в систему экстеншн, который содержит в себе эти наборы German-классов для работы с ним. То есть, мы создаем объект German-воркера, добавляем туда сервер или сервера, неопределенное количество, которое мы хотим. Резервируем функцию для воркера. Ну, здесь функция простая, она просто меняет порядок слов. Вот. Запускаем наш вот такой вот бесконечный цикл, который у нас будет таким себе демоном. Первый шпик, который будет висеть у нас в памяти. Вот. И ниже записана сама функция, которую мы регистрируем. Ну, опять-таки, функция всего лишь меняет порядок слов. Какие основные... О, спасибо. Спасибо, да. Можно так. Ну, не помогает. Не помогает? Да, жаль. Вот. Зажмите. Вот. Какие моменты здесь можно выделить? Ну, первое, что у нас функцию мы передаем как параметрам саму нашу задачу. Задача имеет свой воркод. Вот через воркод мы можем получить параметры, которые нам необходимы. Ну, здесь параметрам передается строка. Вот. Ну, и сделать операцию, которую мы хотим. В результате здесь просто в консоль выводится результат, но в результате мы могли сохранить результат где-то в третьем, в третьестороннем месте. Да. Да, сейчас я попробую. Да. Вот. Ну, тут, наверное, будет лучше видно, куда меньше. Вот. Вот. Собственно, как выглядит обычный German-клиент в обычном кэшпик-коде без всяких библиотек и настроек. То есть мы опять-таки в нашем клиенте инициализировали German-клиент, добавили наш тот же сервер, который мы добавили и воркеру. Ну, или опять-таки ряд серверов. Ну, и сказали ему, делай в бэкграунде, понимаешь, эту задачу, ну, в реверс, которую в футу, задачей назвал у нас job-реверс. Вот. И передали вторым параметрам, тот параметр, который мы хотели, параметр строка, который мы хотели хендлить внутри нашего воркера. В результате мы проверяем код на выполнение. То есть если код, если клиент стал в очередь, то мы получим данный. Если не стал, данный мы получим. Да. Вот пример. То есть я перечислил тут несколько серверов. Как я уже говорил, масштабируемость. Да. Работать в Сочи со чередями, в принципе, можно и не синхронно. То есть там была задача поставлена в бэкграунд. То есть реверс наш выполнится когда-нибудь, когда выполнятся предыдущие другие задачи в очереди или еще чего-нибудь. Вот. Но можно, в принципе, синхронно, но эта возможность для нас, в принципе, опять несущественна. Вот. Можно выставлять приоритеты для разного рода задач. То есть на нашем клиенте, когда мы запрашиваем ему, говорим ему выполнить задачу нашу РВС, мы можем сказать сделать его бэкграунд, то есть выше приоритетом, ниже приоритетом. В зависимости от этого German при организации очереди запустит, отправит нашему воркеру команду, что надо все-таки проснуться и выполнить ту определенную задачу раньше или позже. Ну, тут примеры выполнения установки German сервера и German клиента. Где-то вкратце. То есть German сервер, опять-таки, восстанавливается как обычный пакет, если мы говорим о Debian или другом Linux системе. German клиент восстанавливается как, я уже говорил, это расширение и добавляется потом в PHP конфликт. В конце, да, если вы готовы к тому, что все-таки есть подводные камни и сразу хочу их упомянуть, German как открытый проект и активно дорабатывается сообществом, стоит все-таки изначально заходить и проверять, какое же состояние у той версии, которую German, которую мы хотим поставить. То есть версия, которая находится сейчас на данный момент на вашем сервере конкретно, может быть, во-первых, не актуальна, во-вторых, может существовать уже более новая версия, которая содержит ряд фиксов, которые нам нужны, возможно, при работе с системой чердей German. Поэтому я все-таки советую заходить на Launchpad, качать стандартным код и компинировать на нашей системе. В принципе, я в свое время написал себе простой данскриптик для компиляции сервера и клиента, в случае. В конце статьи есть ссылка. Но опять-таки ничего тут сложного, стандартный make-install, обычный пакет. Клиент. Если вы собрались устанавливать с Launchpad сервер, то клиент German есть смысл установить тоже не с Launchpad, а с P-класс с предварительной сборкой. То есть и версия клиента, и сервера желательно должна быть, ну, если не совпадает, то по крайней мере быть эквивалентной. Потому что, если вы, к примеру, установили German 1.1.12, как у меня в примере устанавливается, а PHP-клиент для German мы ставим 1.0.7, то есть большая доля вероятности, что будут ряд проблем при установке задач в очередь и прочее, прочее. То есть с этим тоже стоит следить. Теперь можно проверить, что сервер и клиент работают. Ну, в случае сервера German D с атрибутом V, ну, мы тут видим, у меня на другом сервере стоит 1.0.6, а в случае клиента PHP проверка довольно простая. Выполняем в конце. Запускаем функцию German Version, она должна вернуть версию German. Советую перед началом работы с German, если вы вроде как все заинсталили, все-таки проверять версию PHP, проверять ее также клиента. Проверять ее не только в нашем консольном конфиде, ну, с консоли, а еще проверять все-таки с места, где мы соберемся это инициализировать, то есть наш какой-то там бэкенд или еще чего-то. И с того кода проверять тоже, потому что, как мы знаем, в PHP ини у нас в системе, скорее всего, несколько. Да. Как можно мониторить состояние наших очередей? Ну, первое есть такая простенькая, но очень хорошо используемая консольная утилита GerAdmin. Ставится тоже apt-get GerAdmin. Ну, стандартно, в Debian проблем нет, пакет открыт, качается запросто, устанавливается. Проблем никогда не было. Вот. Какие вообще тут у него есть вывод, что он значит? Первое – это название нашей функции, которая стоит в воркер, который зарегистрирован с этой функцией. то есть. Второе – это ее номер в очереди. Третье – количество задач, которое запущено. И последнее – количество воркеров. То есть. Вот у меня, к примеру, здесь моя функция reverse, зарегистрирована функция pull facebook data. Вот. И мы видим, что у нас есть два живых воркера, которые слушают, ну, которые находятся в очереди. Ну, уже тоже Лешей… Были продемонстрированы German Monitor на слайдах. Он, опять-таки, делает, в принципе, то же самое, что и консольный монитор, но делает это в более красивом виде, с фильтрами, списками воркеров, серверов. То есть. Если нам нужен доступ с web, то German Monitor, в принципе, нормальная вещь. Ну, есть вещь поновее. Делает то же самое, но доступно уже из композера. Есть вот предыдущий пакет у нас довольно-таки старенький. Вот. То есть более новый German UI. Доступен из композера, написан на Cyrex и AngularJS. Для контента он тоже такой себе простенький. Мониторит состояние. Да. Ну, на самом деле, суть не меняется. То есть мы увидим нашу очередь в жильем, как она есть. Какие потенциально узкие места, ну, наверное, можно определить при работе с нашими будущими очередями, как их избежать. Ну, первое – это неожиданное завершение работы задачи. Ну, то есть выполнение работы нашего скрипта, который делает какое-то действие. То самое. пересайзить изображение или отправляет запрос крикает. Ну, понятное дело, это написание как минимум юнит-тестов на наши задачи минимальные. То есть, ну, максимум более расширенное тестирование написанных вот этих скриптов. Потому что у них довольно ответственная роль, и проследить за ними можно, ну, с режимом монитора. Там еще есть варианты, но, как бы, первое – это все-таки качество самих задач. Неожиданное завершение работы worker-процесса. Ну, тут, в принципе, то же решение – хедрить все эксепшены, проверять, что код, опять-таки, написан правильно, и что мы не получим неожиданностей при работе нашего worker, и он не исчезнет в фатовой роли, и не повесит наш, как минимум, один сервер, на котором он лежит. Выход из строя – джоб-сервер. Ну, тут нам помогут мониторинг самих джоб-серверов, проверка их состояния. Ну, тут уже, ребята, мы были указаны ряд утилит. Тот же Zabbix. Здесь проще, полегче. И еще есть очень важный момент. Наш worker – это уже собранный PHP-код. То есть, если мы меняем код worker, который лежит уже на том сервере, где он лоцируется, то сам исполняемый worker, который собран, понятно дело, не будет изменен. То есть, его код не будет изменен. То есть, нам нужно при изменении кода worker остановить все worker, которые содержат ту функцию, которую мы изменили в коде, и запустить их заново. Потому что иначе код все так же будет собран и исполняться в самом виде. Ну, мы этого явно не хотим. На очередь это никак не повлияет, потому что очередь содержит в себе все те же моменты исполнения. То есть, задачи, которые были поставлены раньше в очереди worker, они там же и останутся. Вот. Ну, мы остановили worker какие-то определенные, запустили их обратно. Ну, и все пойдет дальше. Задачи опять будут выполняться, очередь будет уменьшаться, все вроде будет хорошо. Еще есть момент, связанный с job-силвером – это хранение состояний наших задач. По умолчанию German хранит состояние задач в своем собственном хранилище, вот, в оперативной памяти. Поэтому, ну, у него есть возможность хранить стейты в других хранилищах. То есть, там есть и mncash, и mncash, и msql, и куча других разных вариантов, коннекторов. То есть, советую по умолчанию сразу подключать внешнее хранилище вместо очередей, потому что, таким образом, мы сможем избежать будущих проблем с неожиданным перезапуском job-сервера, еще чем-то, и потерей всех задач пользователей. То есть, если, к примеру, если вот вышел, ну, у нас один job-сервер, мы там, не, full-over не настраивали еще, и вот ждем, что наши все пользователи, которые зашли, нажали кнопку синхронизации, вот, что они все получат какой-то результат. А вот если наш job-сервер упадет, и очередь не хранилась в каком-то внешнем хранилище, то мы получим, что все пользователи выходят, увидят какую-то неопределенную кашу. Ну, зависит от того, как мы это на UI настроили, обработка этих результатов работает. Потому что клиент, в свою очередь, поставил задачу, думает, что она выполняется. Задача, на самом деле, вместе с состоянием пропала с job-сервера, и в итоге получаем, что... Так вот, не разберите. Так что, подключайте сразу внешнее хранилище для задач. По поводу воркеров и как им управлять, наверное, хороший пример будет, да, сразу тоже использовать супервизор как управляющий элемент воркером. То есть, если мы, там, в том маленьком примерчике запускали воркеры из консоли, там, PHP воркер, PHP, да, то стоит его все-таки запускать через какую-нибудь из утилит. Ну, вот здесь пример конфига утилиты супервизор. То есть, здесь мы можем запустить несколько процессов сразу этого воркера, там, где 10 стоит. Вот, мы говорим, что они будут автоматически запускаться. Мы говорим, что они будут перезапускаться в случае, там, проблем внутри самого выполнения этой задачи. Вот, то есть, супервизор подключаем, запускаем воркеры через супервизор, а не через, там, shell script какой-нибудь в initd, да. Вот, и убираем часть проблем, связанную с контролем состояния воркеров. Сразу. Так, ну, тоже из негативных примеров того, как не должно выглядеть наша очередь. Это вот примерчик. Ну, то есть, все то же самое. Тот же script RWS запущен, ну, вот он тут запущен 66 раз. Ну, предположим, 66 клиентов запустили свою задачу одновременно. Вот, но мы видим, что в очереди стоит на команду RWS аж 66 штук. Воркер у нас всего лишь один и выполняется в единицу времени. Соответственно, только одна задача может. Ну, мы из этого можем... Прошу прощения. Мы из этого можем сделать вывод, что нам, первое, нужно либо упразднить нашу задачу. Ну, то есть, задача... Из особенностей задача должна быть написана... Ну, task этот, там, обработка изображения еще чуть-чуть написана так, чтобы она выполнялась за минимальное количество времени. То есть, оптимизировать как-то. То есть, оптимизируем. Соответственно, очередь будет проходить намного быстрее. Мы не получим вот такое вот число 66. Такое более-менее константное. Ну, то есть, это число должно стремиться к нулю. Второй вариант решения проблемы. Мы можем увеличить количество воркеров запущенных. То есть, скрипт у нас все тот же. Воркер запускаем, там, воркеров, там, 5, 10, 15 штук. Ну, это, конечно, не панацея, потому что в итоге мы все равно получим, что скрипт медленный. Воркеры, там, разгребают эту задачу как-то по очереди. Ну, вроде как разгребают они их параллельно. 10 воркеров одновременно будут работать. Будут задачу брать одновременно. То есть, здесь будет число не 1, выполняемое в данный момент времени, а число 10, если 10 воркеров обрабатывают эту задачу. Но мы получим просаживание по ресурсам. Потому что 10 воркеров у нас одновременно будут работать. Соответственно, мы эквивалентно 10, там, лишь по этим процессам. А, да, меня уже торопят, прошу прощения. Вот, то есть число, количество воркеров должно стремиться к единице, число выполняемых задач в конкретную единицу времени, ну, в период времени, должно стремиться к нулю. Ну, вот, такой вот закон. Если мы его соблюдаем, мы получаем хорошую работающую очередь. Ну, теперь, наверное, быстро и с вкусностями о том, как сделать реализацию системы очередей, ну, вот так, красиво, скажем так. То есть, у нас есть фреймворк, мы вот хотим подключить систему очередей. Ну, вот я сделал на примере их второго. Используется в проекте. Первое. То есть, все довольно просто. Добавляем Composer Extension, который выполняет всю эту грязную работу. Добавление серверов, наших German серверов, добавление задач, выполнение кода по запуску задач на клиенте. То есть, все это будет выглядеть довольно просто. Ну, и мы получим всего лишь три шага для реализации подобного. Какие у нас есть возможности, какие есть экстеншены, которые это позволяют сделать? Ну, для E2 это E2 German Flish. Есть такой вот автор его. И второй экстеншен производства Shakura. В общем, на самом деле, которые используют тот же Extension Flish. То есть, что они делают? Они берут отвертку, которая уже присутствует для этих наших клиентов и воркеров, написано в смириге German. Она используется тоже в экстеншенах для других фреймворков, как Zen, Symfony. Они берут и помогают нам реализовать все красивее. То есть, вот так будет выглядеть конфиг нашего E2 для реализации German серверов. То есть, я здесь указал сервера, массив здесь опять-таки может быть большим. Указал компонент через контроллер map G German, который будет через консоль выполняться. Ну, то есть, это тот же навык нашего Worker PHP. И указал задачу. Ну, в данном случае все та же reverse. Вот. Наша задача в итоге будет выглядеть примерно так. Из того вот кода. То есть, положили задачу в свой класс, который наследует базовый класс задач. Передали через Workload, получили точнее параметры из задачи. Ну, и запустили то, что нам нужно. В данном случае изменение порядка символов в строке. Что мы получаем в этом случае? Мы получаем свободный доступ к всем остальным компонентам фреймворка при случае подключения вот такой вот системы. То есть, мы можем... Ну, я, например, там обращался к логеру E-info. И, соответственно, мы можем спокойно обращаться к другому нашему коду, к другим нашим модулям в написанном на E. Ну, конечно, размер нашей задачи при этом растет. Но мы получаем хранение кода в одном едином месте. Довольно красивый вид наших задач, читаемый, по крайней мере. И, да, код клиента в итоге будет тоже выглядеть примерно так. То есть, мы запускаем в нашем модели или контроллере через диспатчер, через бэкграунд, вот тоже то, что было до бэкграунд, нашу задачу. То есть, сдаем параметры. Также эта библиотека позволяет уже сразу решить проблему с передачей параметров. То есть, если там у нас было ограничение только строка, то тут уже Workload уже сам сервизует данные и не сервизует их в исполняемом ходе задачи. То есть, мы можем передать, что нежелательно, в принципе, по правилам работы с задачей. То есть, размер параметров должен быть минимален, но в случае необходимости мы можем это сделать для экономии времени на разработку. То есть, мы можем передать какой-то небольшой объект, передать какой-то массив или что-то еще, Workload. Да, что еще могу сказать хорошего, наверное, при работе с Джерманом через фреймворки, через работе с Джерманом как с очередью задач. Продукт довольно стабилен, то есть, проблем с самой библиотекой и ядром написанным на оси обычно не возникает. 90% проблем возникают с кодом наших воркеров, которые, скорее всего, и кодом задач, которые плохо тестированы. Так что, что могу посоветовать в рамках Хаблот? Используйте очереди для тяжелых задач, выносите свои задачи в отдельные компоненты, пишите их как микросервисы, и, надеюсь, проблема с перформансом на ваших приложениях отпадет. Всем спасибо. Вопросы? А, да, вот первый был. Спасибо большое. Значит, давайте представим ситуацию, когда у нас есть воркер, которая шлет запрос на ВКонтакте API и получает ссылочку и скачет аватарку, например. И внезапно мы получаем от злого ВКонтакте ошибку, что мы слишком много шлем запросов. Чтобы не раздражать ВКонтакте, мы, по идее, воркер должен вернуть задачу назад в очередь и немножко подморозить все текущие задачи. Есть ли какие-то инструментарии для такой ситуации? Ну, не совсем так. Воркер... То есть, да, есть... Первый момент. Мы должны... Во-первых, все лимиты описаны в документации ВКонтакте. Ну, много описано. Ладно. Окей. Если без токена, то там, ну, не ясно. Ну, ладно. Да, да, да. Первое – это отработка эксепшенов. То есть, скорее, первый вариант, к которому мы можем пойти – обработать этот эксепшен, передать статус в наше определенное хранилище. То есть, задача – это будет... Ну, воркер... Мы не отпустим этого воркера с этой задачей. Мы в любом случае обязаны отпустить его. Мы не можем вернуть его обратно в очередь. Вот такие правила. Мы его отпустим, но мы должны передать статус, что данные не обновились. Ну, или не поменять статус определенный. Вот. И, соответственно, ну, возможно, мы там поставим отправку администратору, что превышен лимит запроса ВКонтакте или еще ряд. То есть, мы это можем обработать. Мы не можем... Ну, вот... В этом... Освободить это в рамках очереди, но мы можем это обработать и сделать это в рамках UI и в рамках, ну, синхронизации с администрацией или работы с кодом. То есть, это должно быть запроектировано изначально. Хорошо. А если администратор получает уведомление, что у нас есть такая ситуация? Администратор получает сообщение о том, что у нас возникает такая ситуация, что он в таком случае сможет делать? У нас есть в очереди, например, тысяча задач, и они сейчас все будут биться в эту ошибку. Ну, это вот прямой пример изначально неправильно спроектированного, то есть, не оттестированного нашего воркера. Изначально мы вполне могли сразу проверить, какое у нас ограничение лимит на эту задачу. есть ли этот лимит, сделать, выполнить ряд запросов, там, тысячу, две тысячи, три тысячи. Вот. То есть, закендлить это. Ну, это всегда присутствует. Подобный риск, он присутствует, если мы его изначально не оттестировали, не заложили в нашу логику, не прошли дальше, то, ну, то есть, у нас это тысяча, ну, она будет висеть в очереди. Опять-таки, задачи будут поставлены, они будут висеть. Они никуда не денутся. У них статус не поменяется. Ну, собственно, как бы я и как-то... Да. То есть, ну, а мы обязаны в рамках этого воркера поставить, где-то уведомить нашей там базе, еще где-то, к игорю столич, поставить флаг, что произошел такой вот сбой. Ну, иначе мы не сможем попробовать. Хорошо. Да, тогда, ну, наверное, более общий вопрос вообще, как можно троттлить воркера. Вот у нас есть задача, нам нужно троттлить воркера, то есть, выставить лимит выполнения. Мы должны сказать, что у нас должны выполняться не больше, там, грубо говоря, десяти воркеров в единицу времени. Не двадцать, не тридцать. Они должны именно отработать. То есть, мы количеством это не зададим. Мы можем это поставить только каким-то лимитом по времени. Как это можно делать? И возвращаясь вот к вопросу об обучении, ну, по идее, если мы стоим, допустим, в Активрунке, там можно было это организовать достаточно просто. То есть, воркер обработал своё сообщение, и всё отлично. То есть, в этом плане, наверное, преимущество. Ну, да, но это, как я уже говорил, это работа с системами сообщений, а не с системой задач. То есть, здесь немножко работать по-другому. По поводу лимитов на выполнение. Ну, во-первых, мы можем, ну, есть, есть, мы можем задать конфигурации в самом German Job Server, ну, в Job Server конкретно. Но это, опять-таки, будет, наверное, не совсем корректно. То есть, выставлять лимит и ограничивать Job Server. Более правильно будет отмониторить состояние и, ну, наладить систему так, чтобы вот она выполняла, ну, как я уже говорил, привести к идеальному виду. Сделать баланс между количеством воркеров, количеством Job Server и, ну, количеством выполняемых задач в единицу времени. Ну, то есть, сбалансировать немножко искусство? Ну, вот так вот, да.